Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно сделать из швабр, они конечно же не новые, это бушные швабры, уже не нужные для мытья полов. Я беру экземпляр, у которых вот эта штука складывается вот таким вот образом. То есть здесь, когда ручку поднимали, механизм уже снят, и эта штука вот сюда прячется. Я ее открутил, нам нужны две одинаковых такие штуки. Что мы для этого делаем? То есть я использую удобство в том, что это будет все разборная, компактная, в общем очень простая конструкция. Все будет удобно, разборная, компактная конструкция. Что нам за это понадобится? Две этих штуки. Два кусочка от полипропиленовой трубы двадцатки. Здесь я намотал изоленту, ну и у меня еще были пластиковые тонкие кусочки трубы, я ее отрезал, чтобы столько изоленты кучу не наватывать. Я сделал вот такой переход, утолщение. Это для того, чтобы вот эта часть вставлялась вот в такие флянцы мебельные от двадцать пятой трубы. То есть вот такая труба, когда у вас мебель собирается, к стенкам фиксируется вот такими штуками. Так, это убираем. Нам их понадобится, соответственно, тоже пара. Ну и саморезы. И к этим флянцам нужен будет один ключик-шестигранник. За основу берем любой кусок ламината, какой угодно. Вот у меня был кусочек полочки вот такой. Сейчас мы будем использовать его. Так. Убираем пока все все. Уложим кусочек. Лист. Размечаем середку. То есть середину здесь одинаково и здесь одинаково. Я отступил по 5 сантиметров от краев. Беру флянцы. Ложу. Отмечаю точки. Предварительно засверливаю сверлом и в конце мы закручиваем саморезы. Саморезы используют длиной 16 миллиметров по дереву. Специально для мебели такие используются. Так. Где еще швопики? Эх. Вот так мы прикрутили. Вот так это будет выглядеть. Теперь. Вот в эту часть, почему подобрана 20-ка, вот здесь отверстие как раз чуть-чуть больше, чем 20. Вот маленечко люфтит. Мы вставляем и засверливаем. Уже было отверстие, я его не делал. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. На каждой. Вот так получается. Все мы эти части просто вставляем. Вот так. Вот так. Раз. И подкручиваем шестигранником вот здесь. В общем, я его показал. Сейчас буду закручивать. Вот так. Как это делал. Значит, пятеро. Поехали. Поехали. Не можете закручивать. Поехали. 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 Вот такая конструкция у нас получилась Сбоку это выглядит вот так Легко, быстро разбирается То есть, если столик вам не нужен, вы можете быстро открутить Вытащить вот эту пластиковую часть и положить отдельно Что мы делаем? Берем вот эти части Вот так шлепся Раз, вот, смотрите, какая красивая, аккуратная ножка Здесь тоже самое шлепся И сейчас мы будем смотреть Вот такой симпатичный столик у нас получился Кромку можете не смотреть, вы можете взять хорошую, аккуратную Либо здесь заглеить мебельной кромкой Вот так он выглядит сбоку Вполне себе симпатичный столик Такая красивая, модная, современная ножка Как будто так и должно быть Вот вам и столик детский, журнальный Держится все хорошо, плотно Вещь отличная Есть вот здесь маленький люфт, вот в этих частях Но он настолько Некритичный, что она никуда не денется То есть, он не имеет возможности Дальше, вот я его прям давлю, и он дальше не падает То есть, он будет нормально, полноценно стоять Если еще трубку там подгоните Более плотно, будет вообще все ништяк И смотрите, допустим, все, он нам надоел Мы хотим от него избавиться, мы хотим его разобрать А что мы делаем? Быстренько, раз Раз Все, нашелся Столик разобран, можно убирать и прятать Вот такой журнальный столик хотел бы вам предложить Для детей, для дачи, для чего угодно Можно использовать вот такие штуки Так, раз Стоит шикарно Если у видео было интересным, полезным Ставьте палец вверх Делитесь этим видео со своими друзьями Подписывайтесь на мой канал Все, всем спасибо, до свидания